Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня предлагает нам отправиться в Бельгию. Даша, добрый вечер, приветствую тебя. Добрый вечер. Ты только что вернулась из Бельгии, и ты знаешь, вот сразу, что приходит на память, это те теракты, которые прокатились по Европе, и которые почему-то, вот для меня это было большой загадкой, я думаю, для наших радиослушателей тоже, уходили корнями в Бельгию. Вот как только появлялась информация, где скрываются террористы? В Бельгии. Где у них штаб-квартира? В Бельгии. Почему Бельгия? Я тебе скажу больше, что первые вообще, первые европейские террористы, условно говоря, европейские, это бельгийцы. Если ты помнишь знаменитое убийство в 2001 году, это был герой афганского сопротивления Ахмад Шахмасуд. Помнишь, ты был такой знаменитый человек? Да, да. Его убили, под видом журналистов вошли люди, которые подорвались. Все эти люди были связаны с Бельгией, оружие, контакты, все было оттуда. В Бельгии с 60-х годов прошлого века, это было словно такое соглашение между властями, ну не официально, конечно, между властями и террористами, что террористы, welcome, добро пожаловать. Почему? Значит, она маленькая, центральная, у нее огромные порты, через которые можно быстро сбежать, шикарные порты. Она близка от Парижа, от Лондона быстро можно улететь. Она заняла такое центральное положение. И поэтому, начиная с 60-х годов, когда пошли все эти красные бригады, значит, ирландское сопротивление, которое шло против, значит, против англичан, они все переехали туда. Да. Их там никто не трогал, но в обмен на эту любезность, предполагаю, что никто не будет трогать Бельгию. Дальше шли ПКК, то есть это курдское сопротивление, которое в полном составе сидело там. Соответственно, потому что было очень легко купить оружие. Но вот оружие до сих пор ты можешь купить в парке или рядом с вокзалом. В железнодорожном вокзале ты приходишь в парке, есть свой контакт, звонишь человеку, тебе принесет все что угодно, от калашникова, до пулемета, до чего угодно. Все оружие, которым совершались тракты за последнее время, было куплено в Бельгии. Другой вопрос, откуда оно приходит в Бельгию, оно приходит от Балкана, там от Балкана из Турции, но все оно приходит концентрированно в Бельгию. И никто его не отслеживает. Подожди, а полиция вообще, что ли, в Бельгии не работает? Нет, она не работает вообще никак. Объясняю, почему. В Бельгии две нации, которые друг друга ненавидят сломанцы и волоны. Значит, они говорят на разных языках, они не женятся между собой, то это хуже, чем палестинцы и евреи. Если есть еще какой-то контакт между палестинцами и евреями, между фламандцами и волонами, контактов нет. Они друг друга настолько ненавидят. Если фламандцы настолько любезны, что они учат французский язык, еще говорят по-английски, то волоны отказываются учить английский язык, ненавидят фламандский язык, поэтому контактов, они даже на языковом, льгивистическом уровне не контактируют. Что происходит? Брюссель, он был вообще фламандским городом поначалу, типичный фламандский город. Постепенно, значит, французские партии... А, что случилось еще поначалу в 60-х годах? Помимо того, что, значит, террористы осилили там давно, надолго, они менялись, значит, поскольку полный бардак, фламандская полиция терпеть не может, волонскую, волонская терпеть не может, фламандскую. То есть они между собой никаким образом информации не обмениваются? Нету, да. То есть все разрешено, потом мягкие нравы, снисходительность. Бельгия – переходный такой пункт, и поэтому там было разрешено фактически все. Тебе нужно заказать, если ты помнишь, такой знаменитый роман «День шакала». Нет, я не читала. Это было в попытке убийства президента Деголя. И вот в этом романе, куда едет главный герой, я думаю, что наши слушатели многие из них читали, куда он едет? Оружие заказывать? Бельгия. Фальшивые паспорта? Брюссель. Но до сих пор ты можешь получить паспорт любой страны Брюссели. Это самое такое мафиозное место. Но это никак не касалось обычных граждан. Все разборки шли между своими. Условие было не трогать и самих бельгийцев. А где вы там шляетесь со своим оружием? Все было хорошо до этой поры. Но произошел второй момент. Бельгия, у нее случился индустриальный бум в 60-е годы. Но проблема была в том, что никто не хотел браться из местного населения за грязную работу. Чистить улицу, убирать дороги, идти на фабрики, работать на трамваях, на транспорте. Никто не хотел. И поскольку в бывшей колонии, да и плюс есть франко-говорящие страны, как Алжи и Марокко, они были ближайшие, то их пригласили официально работать во франко-говорящие в Брюсселе, хотя он был и англоговорящий, и фламандскоговорящий и так далее. Но привозили их, Лена, до Смешного деревнями. То есть буквально, ну как, берут деревню, да, Марокко, и деревня переезжает вся. Маленький городок берут, и маленький городок полностью переезжает. Если бы переехал целым городом, естественно, что ты этим городом и будешь селиться. Конечно, конечно. Да, это логично. Стало возникать безумное количество гетто по всему Брюсселю и по всем крупным городам, как Антверпин, например, тоже промышленный город. Кроме того, Бельгия была очень где-то богатая. Богатая не за счет валунов, а в основном за счет фламандцев, потому что фламандцы еще. Это бриллиандовый бизнес. Это тут и подделки, тут и контрабанда. Это порты, значит, это контрабанда всегда. Вот то есть вообще, в принципе, просто они очень практичные фламандцы. Они трудолюбивые, практичные, аккуратные. Они такие, но они такие голландцы. Они, по сути, это голландцы, да, один язык. Очень были богатые, не хотели взять грязную работу. И вот прямо городами переселяли вот эти мусульманские кварталы. Далее. Бельгия была очень расслабленная страна после верования. Значит, возник вопрос. Первое поколение пахало, как проклятое. Их не волновали вопросы религии, там чего-то. Еще после 60-х годов был вообще самый мягкий момент для религиозных вопросов. Там думали-то о социализме, о коммунизме, но уж никак не говорилось, в чем был вопрос религии. Но здесь это выросли. Родилось второе поколение. Второе поколение не бельгийцы и не мусульмане. Ничего о корне не знают, потому что родителям было некогда не работали. И поскольку Бельгия вся такая была... Бельгия самая политколлекционная страна Евросоюза, это проблема самая во все времена. И стали, значит, ими думать. Ага, у нас есть, значит, для фламандцев, а не протестанты, свое, для католиков-фалунов свое, а тут у нас такое огромное количество есть мусульман, но мы же люди вежливые, мы же гостеприимные, значит, нужно как-то... И люди стали говорить, требовать мусульмане, что дайте нам какую-то мечеть приличную, где нам можно молиться. А раз уж такое дело, раз уж мы туда сели, уже дети родились, они ничего не знают, ни Корана, ничего. И тут произошла колоссальная ошибка. Король Бельгии, Бодуин, ну, например, ну вот ты не знакома с исламом, да? Ты, например, слышишь что-то, Мекка, Медина, Трамп-Арам, вот главные места, вот куда людей есть на хадж. Естественно, что ошибка всех европейских людей, которые во время вообще в то время не знали ничего об исламе. Они считают, что Саудовская Аравия, раз они имеют ключи от Мекки-Медины, это главная мусульманская страна. Да, 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 где правильный ислам, традиционный, да? Да еще они же такие вежливые, богатые, когда они приезжают, они дарят шикарные подарки, у них нефть, они могут заключить хорошие контракты с ними. И не со зла произошла сама система от невежества. Они не знали, что в исламе, например, в том же Алжире, Марокко, люди, которые приехали оттуда, это был аутентичный, родной ислам. Один из четырех масхабов, который был совершенно мягким, толерантным. Более того, они понимали, что мы живем с христианами рядом. Тут все нормально. И тут король в Бельгии говорит, что окей, такое великое дело, разрешаем Саудовской Аравии построить огромную мечеть в Центральном парке и отдаем ключи имамам в Саудовской Аравии, которые, это секта, это ваххабизм. Они-то потом не знали, какое дело королю до этого. Более того, они сказали всех имамов, давайте прислать оттуда. И то же самое сделала вся Европа. Откуда ваххабизм в Европе? Люди-то, которые приезжали, марокканцы, алжирцы, приезжай в Марокко, там, это люди, алжир, не, там, была гражданская война, проблемы, но Марокко, это же мягкая страна. Там туристы, там, они привыкли к этому. Они совершенно не были склонны к насилию ни к чему. Но воспитывать их детей стали ваххабистские имамы. Да, ну, вот давайте мы сейчас на две минутки буквально прервемся, потому что наши радиослушатели, я думаю, что должны все-таки вот эту информацию полученную каким-то образом осознать, потому что представить себе европейскую страну, кстати, многие, может быть, действительно сейчас считают, что Европа – это настоящий оплот демократии, и толерантности получат, ну, хорошую прививку, мне кажется, от таких понятий, потому что выяснилось, что Бельгия, европейская страна, буквально, светоч демократии, на самом деле является центром-рассадником терроризма. Почему? Обязательно будем об этом говорить и в ближайшие 45 минут нашего эфира. Горячие точки. Старьей Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Зюмень. Дюмень. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня предлагает нам посетить Бельгию. Но, правда, вот я бы от этой страны держалась подальше. Выяснилось, что именно в Бельгию ведут многие дорожки, которые связаны с европейским терроризмом. Да, те самые теракты, которые были совершены в европейских странах, увы, к сожалению, но пути террористов шли из Бельгии. Но, Даш, ты сказала о том, что Саудовская Аравия, что именно эта страна практически контролирует мусульман, которые есть в Европе, в частности, в Бельгии. Да, благодаря невежеству местных властей. Да, и скажи, пожалуйста, ну вот мы часто, когда речь шла о терактах, слышали о том, что район Маленбек, именно туда террористы, ну вот эти корни террористов, да, вели. Вот что это за место? Объясни, пожалуйста, я не очень понимаю. Да, там была, это очень смешно, Лен. Это самый центр города. Да что? То есть это не окраина, это не гетто, это нигде? Нет, 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 это тебе не Париж. Конечно, все у них районы мусульманские, они в центре города. Маленбек находится, ну, я жила в центре города, рядом знаменитый Гранд Пласс, мне было до Маленбека идти пешком 10 минут. Значит, сейчас там очень тихо, одни женщины в хиджабах на улицах и магазины, забитые, значит, вот этими всеми мусульманскими шмотками, с детьми очень мало мужчин, потому что были огромные чистки, думаю, что они половину уехали в Сирию, половину спрятались, там были огромные чистки после теракта в Париже, и которые выяснили, что теракты в Париже были организованы именно в районе Маленбек. Да, 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 да. Да, и плюс, значит, против терактов самой Бельгии. Это так очень странно видеть, очень хорошая машина, Еленочка, скажу тебе, я бы таким машином не смогла себе позволить, мне такой машины нет. Хорошие дома, это все социальные квартиры, хочу тебе напомнить, да. Я расскажу, что случилось в районе Маленбека, как вообще случилось, что мусульмане вот такого ваххабистского толка обрели огромное влияние. И практически оккупировали. Да, объясню почему. Вернемся, значит, к временам Советского Союза. Советский Союз, это был такой пример, идеи бродили большевизма, коммунизма, и мы с ними соперничали с идеями капитализма, да. Например, то, что Швеция стала такой социалистической и прекрасной, это влияние Советского Союза. Они хотели конкурировать с нами, они хотели доказать, что капитализм тоже может быть человеческим лицом. Но что произошло с социалистическими партиями? То есть после победы в Великой Отечественной войне все коммунистические и социалистические партии были страшно популярны, где их не успели разгромить. Только они стали называть себя не коммунистическими, потому что началась холодная война, а социалодемократическими, социальными, и потом они стали называть себя левыми партиями, все называли себя социалистами, все читали Троцкого, Маркса, Ленина и так далее. Это все, это было страшно модно. Что произошло дальше? Вначале они отражали какие-то реальные интересы рабочего класса. То есть они защищали профсоюзы, они там еще что-то пытались бороться. Дальше все это перешло в стадию полной деградации, поскольку вся элита стала так называемой левой. Но она не была левой, потому что придя к власти на волне поддержки рабочего класса, вот именно после победы, когда Советский Союз показал, что мы можем, мы спасли Европу от фашизма, мы были страшно популярны. Выросла новая элита, которая называлась социалистической левой, но она уже была детьми элиты, уже давно пришедшей к власти. Она уже была богатой элитой, которая была совершенно далека от интересов народа, но по-прежнему называлась социалистической. Рабочий класс был не дурак, рабочий класс все понимал. Они так и называли, значит, социалисты черной икры и шампанского, помнишь, что я рассказывала, да, богема черной икры и шампанского, которые сидят в кафе, пьют шампанское, рассуждают о троцкизме и коммунизме. Да, да, да. Это такая вот, это выросло, это были дети... О судьбах народа, да. О судьбах народа, но не приближаясь к нему другим, да. После чего рабочий класс дико разочаровался и стал голосовать за правую партию. Это был шок, потому что левая элита внезапно, она же пришла к власти, она оккупировала надолго, она перестала быть социалистической, она перестала быть демократической, она сохранила только название. Ну, ты возьми любую партию в Европе, кто из них не демократический, не социалистический? Они все социалистические. И они уже не хотели терять власть. И тут им пришла в голову великолепная идея. Она все было связано с другой идеей. Во-первых, все они озаботились идеей глобализации, а во-вторых, они увидели, что прибывают мигранты, и поняли, что мигранты – это и есть их новые голоса. Поэтому везде они стали поощрять миграцию, поскольку в той же Бельгии валоны, они все социалисты, французы, валоны – это франкоговорящие бельгийцы, выступили за поощрение миграции. Давайте больше мигрантов, соединение семьи, бла-бла-бла-бла-бла. Они стали ходить в эти кварталы и говорить. Голосуйте за нас. Вначале они пробили закон, что не надо быть гражданином страны, чтобы голосовать. Да. Ты не должен быть гражданином страны, чтобы голосовать. Достаточно быть зарегистрированным даже нелегально три года. То есть, если у тебя есть люди, которые докажут, что три года живешь здесь, даже нелегально, ты имеешь право голосовать, не зная языка. Это тоже не является условием. Подождите, а ты хоть понимаешь, за кого ты голосуешь? Это неважно. Ты живешь в этой стране, считаешь, что ты имеешь право голосовать. Они выбили этот закон, социалисты, и пошли толпами пропагандировать мусульманские районы. Знаменитый район Малинбек контролирует мэры по имени Филипп Моро. Я пришла туда и разговаривала с исламской партией, и с исламской партией. Крайне возмущены и говорили мне, послушай, эта скотина приходила в мечети, в главной мечети Малинбека. Он не мусульманин, имам его ставил на место имама, и он ему читал речи в мечети, голосуйте за меня, вы получите бесплатные социальные квартиры и шумаж. Шумаж – это бесплатное пособие. Ваши дети выходят в бесплатные школы, вам вообще ничего не придется делать, только голосуйте за нас, социалистов. Ты представляешь, что это происходило? То есть вообще, после чего он, кстати, женился на мусульманке. Ключи за тем, что настолько был завяз в этом мусульманском соде, он женился на мусульманке и, говорят, принял ислам. Ну, не факт. То есть, они получили колоссальное, то есть, миграция стала их козырем. Те же самые процессы происходили во Франции. Мы стали разрешать голосовать людям, которые не имеют разыску гражданства. Или давать, пока еще, по-моему, такое не дано, но там начинается, давать им легко гражданство. Они облегчили, если в Бельгии вообще голосуешь в любом случае, то во Франции они стали давать легко гражданство, значит, люди могут голосовать за социалистов. Это стал их электорат. Ну, понятно, да. И не всеми путями, чтобы держаться у власти, они провоцируют эту миграцию. И так делают все левые партии по всей Европе, потому что мигранты – это их поддержка. А правые партии говорят, а как же права рабочих? Все пошло наоборот, все сместилось местами. А как же права местного населения? А что насчет национальной тенантичности? Им говорят, вы фашисты, вы ничего не понимаете. То есть произошел полный абсурд. Филипп Моро в Маленбеке, он создал этот мэр, он создал процветание этого терроризма, закрывал на все глаза, хотя знал, что происходит в Маленбеке. Сейчас его отставили, поставили новую женщину, абсолютно такую же его подружку, которая недавно объявила, что она получила список 154 потенциальных террористов в ее районе. Ее спросили, а что будет сделать? Она говорит, а что я могу сделать? Спросила она. А действительно, а что она может сделать? Они же потенциальные террористы. А отставать их нельзя. Сидеть? Ну попробуй просиди в Маленбеке, где, если ты показалась в Маленбеке, о том, что мы уже здесь, там я шла, человек, он должен мне переводить был с французского, потому что они все говорят по-французски, я говорю только по-английски. Я же с человеком, говорящим фламандцем, говорящим по-английски, мы шли в Маленбек, мы еще не дошли до Исламской партии, но их уже известили. То есть они были давным-давно извещены, что мы уже вошли, мы просто невидимо вошли в район, контролируемый совершенно другой зоной. Поэтому они наслечили дверей, понимаешь? Совершенно особые районы. Таких районов очень много. Это полбелье таких районов. Ты входишь в вот эти самые no-go zone. Даш, ну мы же видели, что когда шли задержания террористов, которые скрывались как раз в районе Маленбека, там показывали их дома, показывали вот в этой квартире. Да все все знали. Все соседи, но соседи же, они же соседи. Они же выросли с этим маленьким мальчиком, как его Абдальд Салам, который стал террористом. Ну не же ты продашь своего соседа? Нет, он такой хороший мальчик. Он мне мусорит, мне выносил, он мне руку, мне руку пожимал, не знаю, здоровался со мной. Я бы просил, там, с оружком помогал, сбегать в магазин, пожалуйста, еще что-то. Ну как же ты его сдашь-то? Все свои и деревни у нас соседние. Ну как можно? Это все чужие гады пришли, проклятые. А мальчик-то хороший. Ну подожди, ну а чего им не хватает? Ну смотри, хорошо живут люди, да? Нет, не хватает. А сколько вот вообще-то мусульман в Бельгии? Опять же, там запрещенная статистика вообще жесткая. А, ну понятно. Ну официально считается 10%. Это очень смешная цифра. Проблема в чем? Что коляное население в быстром порядке пакует вещи и уезжает в деревни и в маленькие города. Это просто происходит массовая миграция коляного населения из больших городов. Потому что, хотя их всего 10% в Бельгии, в Брюсселе живет по меньшей мере почти 50%. В Антверпине почти 50%. Более того, мэр Антверпина сказал, это неправильно, у нас белая полиция. А, ну да, действительно неправильно. Она слишком белая. А мэр не белый, нет? Мэр белый, он сказал, что это неправильно, это не толерантно, не демократично, поэтому мы должны заменить полицию. Все же эти полиции будут их. Так может белого мэра заменить тогда? Уж давайте мы дойдем до... Лена, вообще для меня был шок. Я приезжаю и начинаю строить эти городки к Рождеству. И вдруг я вижу вместо привычного Merry Christmas, счастливого Рождества, и вижу Happy Holidays. Я ничего не понимаю, счастливых праздников. Я спрашиваю, а это у вас рождественская ярмарка? Люди оскорбленно говорят мне, у нас нет рождественских ярмарок. Я говорю, как это так? У вас же вот церковь стоит рядом, тут на площади на Гранд-Пласс. У нас называется это зимний фестиваль. Это понятие нетолерантно. Рождество теперь в Бельгии запрещено. Лена, ты можешь себе представить? Я сказала, что? Зимний фестиваль? По холестеринской стороне зимний фестиваль? Это оскорбит наших братьев-мусульман. Хорошо, тогда через 4 минуты мы об этом поговорим обязательно. Горячие точки Старьей Асламовой Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Ставрополь 105,7 FM Севастополь 107,7 FM Калининград Даша, ты сказала буквально 4 минуты назад, что мнение некоторых жителей Бельгии звучит следующим образом, уже поздно, имея в виду то, что происходит сейчас с влиянием мусульман и с тем, что они уже сейчас диктуют не только повестку дня, но и поведение в стране. Ты знаешь, когда я была в Малинбеке, знаменитом террористическом районе, в Исламской партии, они меня, Исламская партия просто очаровали, они были такие милые, такие толерантные, они даже высказывались, люди были из Марокко, и они высказывались против ахабизма, соответственно, что, значит, возмущенные, что они мне рассказали о том, что главные, в главной мечети Малинбека, значит, имам, который 30 лет читает, воспитывает место населения, не говорит ни по-французски, ни по-английски, ни по-фаламамски и является гражданином Бельгии. Соответственно, проблема еще другая, он говорит, что все свои лекции, все свои пробоведи он читает, естественно, на арабском языке, а у меня сейчас спецслужбы, поскольку на 19 районов Малинбеков, на 19 районов Брюсселя, в котором, кажется, сидит свой мэр, который конкурирует с соседним мэром, и находится 6 полицейских, 6 полиций, все эти 6 полиций конкурируют друг с другом тоже, то есть нет центральной полиции в Брюсселе, нету, запрещена, и друга ненавидят еще, и конкурируют, и вставляют палки в колеса, и нет общей базы, то есть ситуация такая, мне объясняли сами мусульмане, что ты передвигаешься из одной коммуны в другую, а их 19, и твой след потерян навсегда, потому что эта коммуна тебе может даже не зарегистрировать, и не сообщить о тебе, что ты потенциальный террорист переместился в эту коммуну, соседи не сообщат, и так ты можешь спокойно передвигаться из коммуны к коммуне, не будучи незамеченным в огромном, даже не в огромном маленьком Брюсселе, что это миллион человек, Лен, смешно. Ну да, это один московский район. Да, один московский район, а сведений о них нет, я говорю, хорошо, а вот если ты кликнешь, например, нужна компьютерная база, вы же говорите, потенциальные террористы, а вот если кликнуть на человека, можно сразу увидеть, где он живет? Нельзя, потому что базы еще вот такой структурированной, структурованной нету, то есть даже сейчас ее нет, после того, как стало понятно, что всей Европе угрожает эта опасность. До сих пор не могут договориться. Не, не могут договориться. И вот, видите, значит, мусульмане, которые говорили о мягком, значит, исламе, они даже меня очаровали, чудесно, все. Потом я вышла и разговаривала уже с ламанцами. Они говорят, ну, слушайте, такие милые люди, вот эти, толерантные, мило говорит, ага. Исламская партия говорит, да. Ну, хорошо, а ты читал их программу? И меня ссорили потом с программой, вот тебе читаю. А, они говорят, что, ой, они, замечательная вещь, когда надо, они не умеют молчать. Это выглядит так. Мы считаем, что неправильно вводить шариат силой, это немыслимо, это невозможно. Но они умолчали, что они-то хотят шариат. Вот, что я прочитала в программе. Самой умеренной мусульманской партии в Бельгии. Если большинство населения, оно растет, мусульманское население в огромном количестве, будет за шариатский закон, мы должны поставить дело на деферендум. Они демократы. Лен, они демократы. Они и террористы, и демократы. Прекрасно. Теперь, если ты сейчас сказала, что уже сейчас в Брюсселе 50 процентов... Близко, они не признают, и говорят, даже, если власти, говорят, 30-40 процентов, не больше. На самом деле, 50. И они никогда не признают этого. Дальше. Ислам – это наша глобальная цель. Ну, если ваша глобальная цель, то, что вы делаете в светской демократической стране Бельгия? Ислам гораздо больше, чем религия. Это политика. Точка. Ну, это, в принципе, правда. Это, в общем, в Коране написано. В Коране все четко изложено, да. Законы Бога будут существовать вечно, а законы человека вполне можно изменить. Мы уверены, что мы можем сделать это, в конце концов, когда люди поймут, когда все люди нашей страны поймут, что ислам – это единственное решение. Это я разговаривала с самыми умеренными, Лена, в Бельгии. У них программа такая, которая говорит только о том, что ислам – единственное решение. Точка. Никакого другого решения для Бельгии быть не может. А я уж на такое всяочарованное имя. После чего был такой момент, значит, я была сломанцем, и я ввел к работе в мусульманском мире, и мне, значит, человек с которым разговаривал с исламской партией, он не пожал мне руку. То есть я автоматически протянула руку, я же не знаю, мусульмане бывают разные, да. Он мне не пожал. Я не обиделась, потому что я знаю законы исламского мира, поэтому я просто спокойно это восприняла. Мы вышли, сказала, ну, какой милый человек, такой любезный такой, значит, там, и такой умельный, сказала я, после чего мне пока дали программу. И мне этот человек сказал, Даш, ты не понимаешь ситуации. Да, ты человек, облизивший весь мир и привыкший к таким вещам, что тебе не пожали руку. А человек, с которым я сейчас разговаривал, учитель химии в школе. А теперь представьте себе ситуацию. Обыкновенная фламандская или волонская женщина, у которой ребенок учится в его школе, она приходит на родительское собрание, обсудит, что там это ребенка. И даже свежая связь в одном мире автоматически протягивает ему руку при детях. А он эту руку прячет, он не пожимает ей руку. Во-первых, она, а, будет искорблена, даже если она этого не покажет. Какого черта, учитель моего ребенка? Школа – это светское место. Официально по закону, значит, школа – это светское место. А это никто не соблюдает в Бельгии. Б. Второй момент. Это же увидят дети. И это увидят дети, которые даже не мусульмане. А дети очень воспринимчивые. Конечно. А он очень милый человек. Он очень умный, воспитанный, обаятельный. А все-все прекрасный учитель. И дети ему верят. И для него, что женщина – нечистое существо, мой учитель не пожимает ей руку. Так будут даже думать дети, которые не религиозные, которые не мусульмане, не христиане, даже просто атеисты. Они будут это видеть постоянно. А он будет говорить, извините, мне религия так повторяется. А не запрещено это в школе. Они так делают. Говорит, вот тебе уже конфликт. Вот он тебе сидел три часа рассказывал про то, как он замечательный коренной бельгиец. А я тебе говорю, что вот у нас же конфликт. А простого не пожать руки в школе. Потому что... Он говорит, а что здесь такого страшного? Ты же знаешь, что я мусульман. Ну что? А потом какое оскорбление о детях будут на это реагировать. А ты ему не сдала этот вопрос? Ты знаешь, мне это не приходило в голову, потому что я к этому привыкла. А, ну да, да, я понимаю, да. Я психологически восприняла, это нормально. Я знаю правила исламского мира. Только потом до меня дошло. Это ведь учитель, а это школа, школа в светской стране. И это был, конечно, шок. Потом был важный момент, который меня поразил. Значит, все твердят, все политики как мантру повторяют. А, вы не волнуйтесь, большинство людей, большинство мусульман уже давно интегрированы. Угу, угу. Они работают там, значит. А, причем был очень важный момент. Я когда шла в этот Моленбек, там, значит, были грязные дорожные работы. А Бельгия ужасная страна зимой. Это, то есть я была 7 суток, 7 суток шел дождь. Просто вот с утра до вечера он шел дождь. Даже не дождь, знаешь, морозь, гадость вот такая. Я спросила, у вас всегда такая, они сказали, всю зиму, все 6 месяцев. То есть зима мокрая, у тебя мокрая одежда, нет смысла в Занте, потому что он не может защитить. Гадость страшная. Значит, и вот под этим ужасным дождем, вот этим морозью, грязью, они разрыли, значит, асфальт и струли там, чтобы пролагали чего-то там. Я обратила внимание, что все лица белые. Но по акценту я поняла, что это... Ну, наши братья-славяне, я угадала болгарина, одного спросила, он румын сказал. Значит, то есть это были все люди Северсоюза, венгры были, хорвата нашла, сербов нашла. Это были белые люди, переехавшие из бедной страны Северсоюза, которые готовы были работать в эту ужасную погоду, это дико холодно. То есть там минус 5, это не наши минус 5, потому что там минус 1, не наши минус 1, потому что все время мокрые. И вот они в эту погоду работают в этой грязи. И вот я пришла, значит, когда в район Маленбек террористический, я говорю, в чем причина, значит, такого ваша терроризма? Вы знаете, какая-то страшная дискриминация, работы совсем нет. Я говорю, слушай, только что шла, вот работает куча людей, вы же имеете приоритет, у вас приоритет перед этим делом, можете работать тут. Они говорят, ну вы знаете, как мало за это платят? И тут я подумала, упс, значит, для бельгийцев, вернее, для болгар, для румын, хорватов, для, там, не знаю, сербов, это нормальная зарплата. А для вас вы, конечно, пачкается. Говорят, да вот знаете, такой тяжелый труд, это так мало платят. Почему, собственно говоря, мы должны работать на этой работе? Зато у нас не пускают работу с учителями, адвокатами. Это, кстати, неправда. Все учителя, адвокаты, кто есть, работают, но они сразу сбегают из таких районов. И, значит, вот он замущался, такая дискриминация, так ужасно. Но вот глядь за работу мы делать, однако, не хотим, да? Другой момент. Что он совершенно справедливо сказал, что подрастает ребенок в таком диком районе, как Маленбек. Родители думают, так, на улицу его пускать нельзя, там бандиты. И там марихуана, бандиты, алкоголь, наркотики, плюс еще и терроризм. Да, это все там, считаешь, успешно сочетается. То есть, например, террористы, которые совершили тракты в Париже, за несколько месяцев до этого фотографировались в ночном клубе с кучей алкоголя девочками. И при этом они кричали Аллах Акбар и шли срывать людей, да. Совершенно нормально сочетается. Значит, ребенка на улицу пускать нельзя. В школе, после школы, чем ему заниматься? Ага. Может, его направят в мечеть, тому научат, хорошему, доброму, вечному и так далее. И получается замкнутый круг. Либо ребенок на улице, среди бандитов, и он становится бандитом, а бандиты у них переходят постепенно, попадают в тюрьму, а в тюрьме из него делают, значит, местные проповедники, делают из него радикального мусульманина, который идет в террориста. Либо он идет в мечеть, где из него тоже делают террориста. Даша, я не понимаю, а где, собственно, христианство-то в этой цепочке? Все, его нет, его в Европе вообще нет, его нет в Бельгии. Почему альтернатива? Только или улица, или мечеть. Потому что в свое время, не забывая, что Брюссель – столица Евросоюза, а Евросоюз вычеркнул христианство как основу создания европейской цивилизации. Поэтому оно всего лишь одно из религий, одно из маленьких религий, в которые в церкви бустые стоят. Так что, чего? Все зависит от того, что, значит, молодого государства обязаны спонсировать в мечети. Слушай, ну вот это вот, ты знаешь, вот это в очередной раз подтверждает незыблемую истину, вот теперь в прямом смысле этого слова святое место пусто не бывает. Вот абсолютно. Лена, я бы повторяла ту же фразу при всех интервью, вот эту же фразу, самую праздную. Святое место пусто не бывает. Вот в прямую святое место, понимаешь, там, где образовалась дыра. Дыра, ты знаешь, если из него вычеркнуть к другу. Да, да, так она и залезет сюда. Поэтому у них, ну, они совершенно правильно сказали, там был один политик, после интервью с выключенным диктофоном, уже сказал мне, вы знаете, он ненавидит мультикультурализм, он сказал, вы знаете, мультикультурность на самом деле существует. Она существует, например, в Сирии, потому что там живут миллионы религий, там какие-то совершенно мелкие секции, там чего-то там только нет. Она существует в России, реальная мультикультурность, когда вот тут тебе ислам, а вот тут тебе, может, это мультикультурные, которые делись здесь. Они знают, большинство из них, что мы можем жить. Да, тут тебе буддисты, тут тебе христиане. У нас каменьки буддисты, да. Чего-то, конечно, называется. Да, ну что, давайте уходим, на еще один перерыв, после которого продолжим знакомиться с удивительной страной Бельгии. Я думаю, что такую Бельгию вы точно в путеводителях и справочниках не узнаете. Бельгия глазами спецкора комсомолки Дарьи Асламовой. Горячие точки с Дарьей Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Комсомольская правда». Хабаровск 88 и 3 фм. Челябинск 95 и 3 фм. Барнаул 106 и 8 фм. Москва. «Комсомольская правда». Дарья Асламова сегодня предлагает нам совершить путешествие в Бельгию. Бельгию, которая неожиданно стала настоящим оплотом терроризма. А тот самый район Мэленбек, где, собственно, и были в итоге замечены террористы, которые совершили теракты во Франции. Вот как раз такой Бельгии. Я думаю, что не знают многие из наших радиослушателей, но ее увидела своими глазами. Дарья, Даша, скажи, пожалуйста, ну вот ты говорила о том, что происходит некая ассимиляция. Даже те вот представители ислама, этой веры, которые приехали во Францию, в Бельгию, они рано или поздно занимают свое место, находят работу. Ты не говорила, это говорят власти этих. Да, да, да. Власти страны. Совершенно верно, да. Устами вот этих властей. Они что, не видят реального положения? И как на самом деле все обстоит? С одной стороны, это верно. Там 70-80% людей находятся в рабочем месте, какое бы оно ни было. Ну, скорее, сейчас во Франции, скорее, сейчас 70, и тоже было раньше больше. Интегрируется, что называется, в страну. Но у меня был очень забавный момент. Гостиница, в которой жила, она была в центре города, и в 10 минутах, шагах от Малинбека. Мы подружились, она была вся арабская. То есть весь персонал был арабский. Все были из Марокко. Они говорили по-французски, немножко по-английски. И очень были... Хорошие ребята были, все нормально. И каждый вечер, когда, значит, гостиница закрывалась, потому что у нас регулярно... Самое страшное место, это вот центр города. Каждую ночь у нас были страшные драки под отелем. И чтобы нам не разбили стекла, и не вышибли двери, каждую ночь, представляешь, будучи в центре города, я такое вообще видела впервые, в гостинице всовывали тяжелый засов в дверь. Потому что драки-те слышала постоянно, я такого всовыв за окошко и видела, как бьют другу морды, полиция даже не приезжает. Слушай, это как в Средневековье, закрывали повороты на засов. То есть, если позвонишь, звонок опоздал, то тебе откроют. И мы вечером засадились, значит, в партия, которая совмещала обязанности бармена. Он любит там выкулить цикаретку с бокалом, я люблю выкулить цикаретку с бокалом, нам запрещено, ну, как бы не закулить, да? Он говорит, ладно, сейчас мы заперлись, пойдем, пошли покурим. И мы сели, болтали с ним. Я ему говорю, слушай, ну, ты же вот нормальный мусульманин, ты вот коньяк пьешь, блин, куришь. Совершенно сетский человек. Вот у нас за углом с тобой, смотри, ты мне хорошую парикмахерскую показала, она полностью арабская, там девочки, мальчики все вместе, работают арабы, хорошие ребята, чудесно укладывают волосы, все хорошо, я довольна. Говорю, ну, как бы, а вот если гражданская война, ты что будешь делать? И он мне сказал, очень хорошо. Ты понимаешь? Мне совершенно... Я ненавижу этих фанатиков от Малинбека. Ты видишь, я убежала оттуда, хотя это всего 10 минут от меня, я как мог быстро, я родился там же, я переехала немедленно, как только я понял, что ничем хорошим у меня это не кончится, я стану террористом. И у меня нормальная жизнь, я выучила там еще английский язык дополнительно, получила хорошую работу. А теперь все говорят, мою ситуацию. У нас арабский отель, в центре города. Рядом арабская, значит, парикмахерская. Вот этот человек, который водитель арабского понимания, это мой друг, он совершенно хороший человек, нормальный, умельный, совершенно спокойный человек. Но начнется столкновение. Вот еще там несколько трактов, поднимутся, с другой стороны поднимутся люди, те же националисты. Кого не пойдут, кому не пойдут бить морду? Они будут бить морду совершенно невинным жертвам. Они разобьют парикмахерскому, тому же арабскому, умеленному, значит, мужику, который совершенно никакого отношения не имеет террориста, только потому, что он араб. Я вот, кстати, ты знаешь, прости, да я перебью тебя, я ведь вспоминаю, что помнишь, после теракта в Париже, вот те самые французы, которые действительно, да, они также ислам проповедуют, ну, то есть верят именно в эту религию, но они заняли свою нишу, они являются законопослушными гражданами, они же выходили на акции, говоря, что мы не они, то есть вот мы не они. А толку-то, да, что будет в этой ситуации, когда начнется гражданская война? Начнут бить, во-первых, нам разобьют, нашу гостиницу разобьют, потому что мы арабы. Конечно, конечно. А мы тут вообще продаем, да, разобьют вначале нацисты, местные, даже не националисты, люди возмущенные. Дальше. На следующую ночь нашу гостиницу разобьют люди из Маленбека, за то, что мы продаем алкоголь, и мы курим сигареты. Мы окажемся между двух огней, и этот человек с его парикмахерской, и я со своей гостиницей, мы окажемся, а мы совершенно светские люди, мы окажемся между двух огней, мы уже третье поколение, у нас бельгийские паспорта, мы окажемся между двух огней, когда нас и те бьют, и те, потому что мы самые слабые, встали легче бить того, кто не может защищаться. У нас не будет выбора. Я говорю, что, какой же ты выбор делаешь ты? Он сказал, я, конечно, сделаю выбор в пользу так называемых своих, хотя они мне такие, абсолютно чужие, но проблема будет в том, что, поскольку меня бьют с двух сторон, лучше меня будут бить с одной стороны. То есть, как минимум у меня будут бить нацисты, но не будут бить свои. То есть, он, он понимает, что сила там, сила там. Да, да. Он сказал, и что мне останется делать? Это бельгийцы овцы, полиция меня не защитит, никто меня не защитит. Ты видишь, у нас каждую ночь под окном, ты просыпаешься и говоришь мне каждую ночь, что опять дрались, что полицию не вызвали? Да полиция не приезжает, я вызываю каждую ночь полицию, а здесь драки идут каждую ночь, прямо у тебя под окнами. А полиция не приезжает. Это центр города, Гран-пласс там в двух шагах. Он говорит, и что ты хочешь от меня? Придут ко мне, люди из Малибека, и скажут, так, а ну-ка быстро, закрыл весь свой алкоголь, и чтобы мы тебя увидим курящим, блин, нахрен, расстреляем. Все, точка. Кому я пойду? Я пойду под их покровительство, потому что у меня не будет выхода. Потому что эти меня не защитят. Я у них тоже буду враг. Белые меня тоже не защитят. И он совершенно прав. Он говорит, то же самое произойдет с владельцем маленькой парикмахерской. Которому скажут, как у тебя мужики и бабы вместе стригутся. Непорядок, не по шариату. И тут ему те разобьют, нацисты разобьют ему парикмахерскую. И те скажут, а ну-ка быстро перестраивайся, или мы тебя сейчас нафиг будем тоже сжечь и бить. Выхода нет. И он пойдет под своих, потому что тебе сильнее. Очень важный момент. Мне сказал один политолог, французский, волонский политолог, да, правильно, потому что бельгийцы, это волоны и фламандцы. Сказал очень важную вещь. Он сказал так, все твердят, что большинство толерантно, но большинство это овцы. Революции совершают кто? Меньшинство. Сколько было большевиков? Да никто. Никто не знал до того, как не приехал Ленин на своем бронепоезде. Да что там революция, что происходит на Украине. 100 тысяч человек перевернули 47 миллионную страну. Поэтому, они совершенно справедливо говорят, есть агрессивная, полностью вооруженная зубов в Бельгии. То есть, если Франция, французские националисты сейчас закупают оружие в Бельгии, они мне рассказывали, они пресекают границы, которые не существуют, мусуль Шенген, они не контролируются вообще, даже сейчас. Они покупают оружие, только уже в своих целях, там националистических, что если к ним придут мусульмане, они будут стрелять, и уезжают обратно. Соответственно, что там и там есть среди мусульман агрессивное, вооруженное меньшинство, готовое драться. А меньшинство всегда побеждает в таких ситуациях, потому что люди обыватели, они побоятся выступить против. И поэтому Бельгию большинство людей, вот когда выключается, сиктофон все говорят, обречено. А на что? Вот какое будущее самое страшное рисуют те люди, с которыми ты обообщался? Это будет шариат, это будет религиозная страна, или там будет гражданская война страшная. Слушай, ну там и до ИГИЛ, просто вот буквально уже один шаг. Там один шаг до ИГИЛа, да. Практически весь ИГИЛ, что он у себя отоваривается там, да, ИГИЛ, запрещенная организация, туристическая организация в России, отоваривается там, база у них там, гнездо у них там. Более того, у них там сидит, например, джихадист, фламандист по происхождению, провел три года в Сирии, приехал, раздает, раздает, значит, очень расчетливо, мне, например, не дал интервью, потому что я из России, раздает, значит, интервью, светские интервью, как я воевал в Сирии на стороне, значит, ИГИЛ. И все местное телевидение, заглядываем ему в глазки, подсувываем микрофоны. Кошмар. Цитирует его, говоря о том, что, ну да, человек имеет право с выбором. Кошмар. Да, ничего, живет себе спокойно. А ничего, что эти организации также признаны террористическими государствами европейскими, это кого-то смущает? Я тебе объясню другую позицию. У них есть позиция, она такая мазохистская. Человек раскаялся, значит, его нужно простить. Вот русских не простят, если русские переедут, там, Грухненко на улице, не простят. Но бельгийский суд чрезвычайно исходительный ко всем арабским меньшинствам. Там всегда называется «дайте людям еще один шанс». Поэтому все это не очень мало, амнистии очень быстрые, в тем не менее рекрутирует большинство, происходит вербовка людей, которые, значит, они сколачивают банду уже исламистки, выходят, получают «А, теперь они придумали новую штуку». Они сказали, они набрались храбрости и сказали «Вы знаете, нехорошо, что наши люди воюют из Бельгии в Сирии. Мы перестанем им давать социальное пособие, которым капает каждый месяц, и даже, может быть, отберем у них социальные квартиры». Страшная угроза, Лен, правда? Они воюют в Сирии, а им социальное пособие накапает каждый месяц под полторы-две тысячи евро. Хорошо? Он вернется, у него еще деньги лежат. Вот такая веселая жизнь в Бельгии. Да, ну, похоже, Даш, действительно, эта страна обречена, как, впрочем, и некоторые другие страны Евросоюза, которые знакомы не понаслышке с теми же самыми проблемами. Удивительно, одна страна террористов практически взращивает, другая страна, но это от того, что там совершают теракты, границы между ними расплывчатые. Нету границ, официально нету, обречена граница. Ходят туда-сюда, и потом кто-нибудь еще будет говорить, а что же в этом случае делать. Ну, делать, ну, уважаемые, я думаю, что не нам в их головных болях разбираться, пусть они этот вопрос решают сами. Нам, нам, дорогая, еще к нам побегут. Ты знаешь, самый частый вопрос после интервью, скажите, а если у нас тут начнется, в Россию нас пустят? Ну, если мы Стивен Сигал или Жерар Депардье, то да. В остальных случаях, извините. Ты знаешь, мне очень часто задают этот вопрос, а в Россию нас пустят. Вы там, если что, не похлопочете. И вы говорите, что в нашей стране плохо. Ну что, спасибо огромное. Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе «Сегодня мы вместе совершали путешествие в террористическую Бельгию». Горячие точки Старьей Сламовой Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104,4 FM Ставрополь 105,7 FM Тюмень 99,6